Наша телекомпания тоже вступает в Новый год со множеством самых разных идей и замыслов. И лучше основателя канала и его самой главной движущей силы, президента, о них никто не расскажет. В рубрике «Портрет недели» портрет президента нашего канала Валентины Куприяновны Куликовой. «Я не предполагала, что все это выдержу», — говорит Валентина Куприяновна, вспоминая десятилетия становления Атрара. В нашу эпоху молодых и напористых менеджеров новой волны руководитель Атрара — уникальное явление. Женщина с советским прошлым и опытом смогла возглавить один из самых первых независимых телеканалов Казахстана. И здесь смогла реализовать свой главный принцип — жизнь — это борьба. Я думаю, что всегда должна быть впереди идти не какие-то меркантильные дела, а идеи, ради которой ты живешь, ради которой ты творишь, ради которой ты живешь на этой земле. И все делаешь ради этого, чтобы быть полезной своему государству. Минувший год был отмечен для президента Атрара множеством событий, каждая из которых двигала канал вперед. Первое — это десятилетие. Второе — это выступление перед президентом на Ассамблее народов Казахстана с девятиминутным докладом. Это очень ответственный период. Третье — это защита, очередная защита нашего канала, лицензии, хотя она у нас бессрочная, но о том, что мы все выполняем. Нам не было задано ни одного вопроса, наоборот, нас поставили в пример другим. Это поездка в Германию, это создание молодежных новостей. Ну, разве все упомнишь? Ну, вот ближайшие и, конечно, десятилетия. Валентина Куликова ставит перед собой и перед коллективом планку настолько высоко, что на первых порах можно подумать, что ее замыслы из категории нереальных. Но заразившись энтузиазмом руководителя, атерроровцы штурмуют очередные вершины. Три направления, которые должна должна редакция выполнить, которые я ставлю перед редакцией канала. Первое — это стать профессионалами высшего класса, не упиваться теми победами, которые мы имеем, десятилетними. То есть все начать заново, но имея уже фундамент какой-то профессиональный. Второе — воспитать человека, который имеет активную, своего зрителя активную позицию, который может постоять, я уже это говорила, в любых условиях, знать законопослушного. И третье — я не побоюсь сегодня этого сказать. Я хочу, чтобы к нам на экраны вернулось слово «патриотизм». Патриотизм в хорошем понимании этого слова. Наше государство заслуживает того, чтобы вырастить патриотов своего государства. Ответственность колоссальная, аудитория большая. И мы сейчас стали более осторожнее. То есть вот есть закон у профессии «не навреди». Я считаю, что мы к этому тоже подошли. «Не навреди», потому что зрителю надо сказать правду, но не подстрекать их никаким действием, а сказать правду, чтобы они сами выбрали свой путь. И вот задачей, я думаю, что задачей следующего года — это вырастить активного человека, гражданина своего государства, который может за себя постоять в любых обстоятельствах. Быть главной на канале, который вещает на миллионную аудиторию, трудно представить себе более ответственную должность. Но слова о том, что ей приходится нелегко, Валентина Куприяновна, поверьте, произносит крайне редко. Круг моего общения стал очень узким. Даже на праздники, на Новый год, я не могла откликнуться на все приглашения, потому что мы с вами делали последний проект до последней минуты. И вот в пользу с этим я прошу прощения, что я не откликнулась на эти приглашения. Это круг общения становится очень маленький. Второе. Я, как женщина, много для себя не делаю. То, что должна делать в своем возрасте. Третье. Я просто плохо отдыхаю. Плохо отдыхаю. Это, наверное, может сказаться на работе. В этом году я честно обещаю себе хорошо отдыхать. Но атераровцы понимают, что не будет Валентина Куприяновна ни сама отдыхать, ни позволять расслабляться им. Ведь атерар – это коллектив, созданный ею. Поэтому идеями президента заражена вся редакция. У нас впереди много новых вершин. Валентина Куприяновна позволила рассказать только о прямом эфире. Все остальное вы увидите в наших программах. Ведь атерар – это ваше телевидение. А в один из последних дней старого года наш президент выступила в свойственной для нее роли Деда Мороза. О том, как проходил наш собственный праздник для любителей заглянуть за кулисы. Подарки в предновогодний вечер сыпались из рук Валентины Куприяновны, как из рога изобилия. Правда, никто из атераровцев не помнит, чтобы Куликова дарила подарки просто так. У нее подарки всегда имеют особый смысл и всегда преподносятся с шутливыми комментариями, которые тут же дополняются и украшаются коллективом, который, за словом, в карман тоже не полезет. «Спортсмен года!» «Конечно!» «Сейчас, тихо, остановка!» «Снимаем крупным планом, заставляем ее раздеваться надевать!» «Давай, давай, давай, любви!» «Снимаемся на следующий год!» «Спортсмен, спасибо!» Валентина Куприяновна не сразу открывала имена победивших в той или иной номинации, а потом и кандидатуры предлагались участниками шоу «Без перерыва». Так, в номинации «Язык года» коллектив единодушно выкрикнул имя Оксаны Калашниковой, которая поговорить и любит, и умеет, но не угадали. «Языком года» стала руководитель казахской редакции Зауре Уралбаева за свое виртуозное владение государственным языком. «Объявляется номинация «Язык года». Калашникова! «Итак, 50 на 50 подсказка!» Зауре! Одарил наш президент и лучших редакторов Оксана Осадчук, которая, правда, Новый год встречала в Южной столице, и Марата Бронбая. Ему Валентина Куприяновна преподнесла набор полотенец, намекая, видимо, что пора устраивать личную жизнь. А вот на личную жизнь нашего генерального продюсера Славы Шварца шеф, похоже, уже не надеется. Он проводит на работе практически все время, за что и получил подушку для уюта на рабочем месте и звание домового отрара. «Домовичок наш, кто думаете, домовичок? Домовой! Который спит домовой! Который с утра до вечера здесь на канале! Шварц! Шварц, конечно! «Домовичок наш, кто думаете, домовичок?» «Домовой!» «Домовичок наш, кто думает!» Продолжение следует...